Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать на площадке информационного агентства России ТАСС. И прямо сейчас послеполетная пресс-конференция командира Союза МС-18 и съемочной группы фильма «Вызов». Наука работает, вызов снят. Так называется наше мероприятие. Оно посвящено возвращению экипажа транспортного пилотируемого корабля Союза МС-18, освоению модуля «Наука» и трем выходом в открытый космос. Наше мероприятие проводится совместно с Роскосмосом, Первым каналом и Центром подготовки космонавтов. И как раз сейчас мы переносимся в ЦПК. Я передаю слово со-модератору нашего сегодняшнего мероприятия, ведущей Первого канала, Екатерине Березовской. Кате, передавайте огромный привет и теплообъятия участникам, которые сейчас находятся рядом с вами. Мы стали свидетелями поистине исторического момента, без преувеличения. С нетерпением ждем подробности. Передаю вам слово и представьте, кто рядом с вами, те, кого мы так ждали на земле. Спасибо, ТАСС. Ирина, спасибо огромное. С радостью передаю привет, поцелуи, объятия, поздравления, что наконец-то вы на земле. Наш экипаж не нуждается в представлении, но тем не менее Юлия Пересильд. Олег Навецкий, герой России, командир корабля МС-18. В целости и сохранности привез нас, наш первый в мире киноэкипаж, домой. Клим Шипенко, режиссер. Ребята, вы просто космос. Мы вами очень гордимся. Поздравляем с возвращением на землю. Колоссальный интерес был и к старту, и к возвращению. Ну а что будет, когда выйдет фильм, просто даже сложно представить. На интернет, в площадках Первого канала и соцсетях, и старт, и взлет в общей сложности 17 миллионов просмотров набрали. Действительно, события исторического масштаба, об этом говорят по обе стороны океана. Давайте скорее переходить к вопросам, к нашей пресс-конференции. По традиции, первый вопрос от телестудии Роскосмоса. Ну, конечно, всех интересует, как самочувствие по возвращению. Рассказывайте. Рассказывайте. Кто к первой? Самочувствие терпимое. В общем, достаточно бодрое. Ну, понятно, что нам с Климом, наверное, все это легче, потому что мы там были. Но, судя по нашему командиру, он тоже... Я на вас ровняюсь. Он такой сильный, что... Вы действительно все прекрасно. Он тоже уже... Ходим, пытаемся ходить быстрее с каждым днем. Юлина, то есть это преодоление все-таки достаточно сильное, судя по вашим словам. Ну, да, преодоление для нас тоже, несмотря на то, что мы на орбите провели гораздо меньше, в десятки раз меньше времени, чем Олег, все равно это вот как-то, как через воду немножко выступаешь, немножко заново учишься ходить. В общем, вызовы продолжаются. Клим, вы что скажете? Да, да, да. Ну, абсолютно такие же ощущения. После посадки хоть и получалось ходить, но все равно я чувствовал себя так немножечко в дыму таком, как будто ты ходишь, меня держали, ну, нас всех поддерживали, чтобы мы не... То, что заносило, шатало, и... Ну, ощущение как будто, да, учишься. Надо вспоминать, как этот процесс происходит, потому что на 12 дней мы про него забыли немножко, и Олег вообще на полгода, хотя он ведал там на дорожке и имитировал земное притяжение с помощью специальных креплений. Я думаю, Олег давал важные советы, как вообще прийти в себя поскорее, все-таки 191 день вы провели на орбите, правильно? Ну, в целом, да. Ну, совета особо никак нет, у нас прекрасные врачи, которые дают замечательные рекомендации, вот, они всегда нам помогали, помогают, и вот в моем случае, конечно, каждый следующий полет, наверное, организм как-то проще, быстрее вспомнить состояние привыкания к земной сельдегодения. И поэтому, не знаю, я чувствую себя тоже довольно уверенно. На воротах все заносит немножко, но в целом очень хорошо. Еще один вопрос от студии Роскосмос, это такой уже философский немножко. Смотрите ли вы теперь на жизнь с другой стороны? Вот мне Климу хочется его адресовать, потому что мы, когда работали в прямом эфире, следили за возвращением, мне кажется, вот, Клим, у вас прямо по глазам было, что я увидел что-то такое, что изменило меня в корне. Ну, да, это так и было, потому что мой все-таки опыт полета был связан со съемками фильма, и, конечно, я понял, что космический фильм, таким, как я его там снял, я бы здесь, на Земле, даже не смог бы придумать. И это важно. То есть, космос подсказывал какие-то такие виды решения, ну, не говорю уже про, там, конечно, виды Земли потрясающие, которые, ну, как бы, ты на Земле представляешься по каким-то фотографиям, думаешь, ну, вот, наверное, как-то так. А когда ты это видишь своими глазами, и у тебя есть возможность с помощью камеры это передать под определенным углом, увидеть, как там свет на июле меняется, таким образом, каким, я говорю, я бы себе так не придумал на Земле, даже придумать это нельзя на Земле. Вот, поэтому, да, безусловно, это какой-то такой опыт взгляда на кино, на мир с космической орбиты произошел в этом смысле изменение какое-то. По-другому, конечно, смотрю. В общем, на кино и на жизнь как-то тоже, наверное, да? На жизнь пока еще надо сейчас в нее войти, в эту жизнь, и понять, как бы, как она теперь изменилась, как ты, наверное, как... А именно вот на кино, что для меня жизнь и есть на самом деле, вот, конечно, изменения произошли. Юля, а вы что скажете? Ну, надо, наверное, на самом деле вернуться окончательно, потому что все равно пока... Ну, то есть мы вернулись, все хорошо, но все равно это такое сильное впечатление, такая вспышка где-то и внутри, и снаружи, что, честно говоря, хочется это все вообще как-то прожить, потому что мы были в таких сроках, во-первых, было очень мало времени, и мы с Климом в последний день, когда уже вот мы понимаем, что завтра уже все, мы вдруг поняли, что мы не насмотрелись в иллюминатор, мы, ну, то есть мы не смогли сделать вот этого, мы хотели вот так, а не успевали, потому что все время шли съемки, и, честно говоря, мы работали и во время, которое было запланировано, и спасибо нашим командирам, спасибо Антону Шкаплерову, спасибо Олегу Новицкому, спасибо Пете Дуброву за то, что они в какой-то момент подключились к нам, и несмотря на то, что у них было огромное количество своих задач, которые им нужно было выполнять, они ночами продолжали с нами работать, в общем, безразили этой энергии кино, и продолжали снимать наш фильм, но поэтому какое-то такое ощущение, что это все, с одной стороны, длилось целую вечность, а с другой стороны, что ты вот вроде бы прилетел, и все, и уже обратно, поэтому это должно какое-то время пройти, чтобы все эти вот, просто пережить это все на самом деле. Про кино еще поговорим. Я не хотел все летать. Про кино еще поговорим, про впечатления тоже, давайте дадим слово ТАСС, тоже очень много вопросов. Спасибо большое, Катя. Ну, как раз про те самые профессиональные задачи, о которых Юля только что сказала выше, у нас есть вопрос от старшего корреспондента военной редакции ТАСС, моя коллега Екатерина Москвича. Олег, он адресован вам. Звучит так. Во время вашего полета МКС дважды меняла ориентацию после стыковки наукой, перед посадкой. Вы это ощущали на станции? Насколько это ощущается на борту МКС? Олег, еще вопрос такой вам. Обычно сразу после возвращения на Землю космонавты принимают участие в эксперименте созвездия ЛМ по подготовке к полетам на Луну, не планировали Юлию и Клима подключить к этому эксперименту? Ну, это лучше у них спросить. Меня запланировали вчера еще на первое исследование. Ребят, не знаю, спрашивали или нет. Нет. Мы бы согласились. Ну да, нам теперь только на Луну, собственно, осталось. Это важно Марс. Ну, пока не зовут. Не зовут. Дают нам отдышаться. Сейчас мы отойдем чуть-чуть, и я думаю, что начнем подготовку к лунному полету. И еще один вопрос. Нет, я шучу. Таких планов пока нет. Реабилитацию, которая сейчас вам предстоит, и вы уже, скажем так, ее начали. Отличается ли на начальном этапе реабилитация реабилитация, Олег, ваша, от Юли и Клима, если да, то чем? Ну, наверное, у меня больше такая расширенная программа медисследований. Вот. Завершение каких-то поставленных экспериментов. У ребят, наверное, все-таки поменьше. А так реабилитация, в принципе, проходит, наверное, у всех одинаково. Вот только в этом отличие. Я вчера первый раз плавала в бассейне. Благодарю. Тать, возвращаемся к вам. Еще очень много вопросов. Слушай. Да, Ир, спасибо большое. Но вот в продолжение лунной темы мы, видимо, коллеги-журналисты, вас уже полноценно воспринимаем не как людей творческих, но уже как космонавтов. Поэтому еще один вопрос про Луну. Газета «Георгиевские известия» Юлии Климу. Нет ли желания после успешного полета в космос на околоземную орбиту посетить Луну и продолжить космическую киноэпопею? Ну, я так понимаю, вызовы тут принимаются легко, поэтому уже согласие получено, да? Да, 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 конечно. Мы готовы. Ну, то есть мы за то, чтобы космическое кино снималось в космосе. Но если про Луну, то на Луну, на Марс, про Марс так на Марс. Почему бы нет? Слушайте, почему кино должно в студиях сниматься? Полгода в мужском коллективе я привыкла, что отвечают за меня. Это очень неплохо. Юля, такой тоже вопрос к вам от коллег с Первого канала. Как вообще оценивается этот космический опыт? Уже прошло какое-то время, возможно, что-то получилось осознать? Вот лично вы себе какую оценку даете? Довольна вы, недовольна? Чего-то не хватило? Вы знаете, как ни странно, и я всегда, для меня самое большое открытие – это люди. И как ни странно, для меня и в космосе открытие – это люди. и вообще все эти 12 дней, и не только 12 дней, и там время до этого, когда мы готовились с Антоном, и время, когда мы уже прилетели на станцию, познакомились и начали работать с Олегом, с Петей, говорит о том, что космос – это чрезвычайно интересно, но, в общем, каждый человек – это большой космос. И это было самое, пожалуй, для меня интересное. Как мы прожили эти 12 дней? Как это было и непросто, и нам было, конечно, непросто, и ребятам с нами было непросто. Но как мы смогли вот преодолеть все эти трудности, все эти сложности, и в результате сложиться в один такой большой организм? Вот это и есть космос. Вызовов действительно было огромное количество. Что вот, Клин, для вас стало настоящим вызовом, самым главным? Вот как вы для себя это объясняете? Весь этот процесс съемок на МКС – это в целом мой вызов, собственно, потому что обычно на земле я снимаю кино со съемочной группой. Я, конечно, подумывал там сам как оператор снять, но я никогда не думал сам снимать вообще без людей. То есть в этом смысле другого варианта не было мне взять съемочную группу, поэтому приходилось мне большую часть съемочной группы в себе как бы найти и этим заниматься. Юля вот нашла в себе талант реквизитора, например, художника по гриму. Ну, пришлось так. Вот Антон Шкаплеров меня таскал за ноги по станции, чтобы я там уж совсем не разбился. Вот, то есть как бы, ну и ребята нашли в себе талант актерский. То есть им пришлось себе найти его. Я их заставил найти в себе этот талант. В этом смысле это было похоже на то, как я начинал снимать свои первые там короткометражные фильмы, когда я был один в одном лице и все. И вот я вернулся к этому опыту только вот в таком виде на МКС. Конечно, был огромный вызов. Я с технической стороны, с художественной стороны оценки буду давать уже в кинотеатрах. Зрители нам как-то получилось. Ну вот, в этом смысле я старался сделать максимально все, что мог. И все, мне кажется, кто... Ну все, кого Юля перечислила, и Петя, и Олег, и Антон, и она. То есть, мне кажется, сделали максимум все, что могли сделать в этих ситуациях, в этой ситуации. И теперь не стыдно сказать, что, ну вот, действительно выложились на 150 процентов и себя не жалели. То есть, вот это был вызов. Это точно. Тут ни у кого, мне кажется, не может возникнуть вообще хоть какого-то единого сомнения, что было что-то иначе. Здесь я хочу сказать нашим зрителям, которые не видят то, что за кадром у нас происходит. Здесь у нас находятся самые, мне кажется, важные зрители вообще, которые только могут быть. Это дочки Юлии, Клима, Аня, Маша, Клементина. Юля, вот вы когда выходили со своими дочками на связь, мы, зрители Первого канала, видели, что действительно в каюте, командирской каюте, расклеенные листочки сценария. И мне кажется, вот это вообще лучше всяких слов говорит о том, как вот, как это было. То есть, действительно, это космос, это настоящий космический корабль, это крохотная каюта и расклеенный сценарий. Мне кажется, это может быть таким символом вообще того, что происходило. Да, но на самом деле я еще до сих пор все пытаюсь держать в руках. Вот, знаете, все, что лежит, я пытаюсь все держать в руках на всякий случай. Потому что вот это ощущение, что если ты на секунду что-то выпускаешь, оно сразу улетает. Вот это вот, поэтому у меня было все приклеено, у меня был весь грим. Но это целая, конечно, схема была. У меня на каждом, понимаете, на каждом, там, не знаю, губная помада, там, тушь, еще что-то. Все было на велкро. Я вообще думаю, думаю, дома сделала себе теперь уголок с велкро. Я не знаю, как я буду жить. Ну, кто не знает, для зрителей это такие липучки, которые одна к другой. На станции все, на скотче и на велкро. Я думаю, что я себе дома такой уголок сделаю. Поэтому у меня все, все было в каюте, целый большой механизм, на самом деле. Там потом в какой-то момент лежал медицинский реквизит. Вы представляете, сколько всего, на самом деле, для фильма нам требовалось всего каждый день? Все эти сцены, все эти нюансы, все эти медицинские нюансы, они такие маленькие, они так быстро улетают. И ты потом ищешь их где-нибудь на вентиляторе. Ну, да, такая вот каюта была. И сценарий постоянно мы вместе читали за столом, мы учили, проговаривали нюансы. То есть у нас была абсолютно полноценная работа над фильмом, несмотря на то, что трудно, необычно, непривычно. Много дублей, очень много дублей. Я знаю, что из телестудии ТАСС тоже очень много вопросов, которые касаются непосредственно съемок кино. Ирина, снова вам слово отдаем. Да, коллеги, спасибо большое. Немножко разовьем эту тему, о которой сейчас уже частично упомянула Юля. Информационное агентство столицы Валерия Хващевская задает такой вопрос относительно сценария. Пришлось ли его корректировать в процессе работы? Возможно, из-за технических особенностей что-то не удалось снять или наоборот что-то добавить в сценарий? Клим, это вопрос для вас. Да, сценарий всегда корректируется. И съемки на МКС не исключение. Мы корректировали его, исходя из обстоятельств, которые я там обнаружил, которые я там, собственно, увидел. И космонавты добавляли от себя какие-то диалоги. Они говорили, как им органичнее было бы говорить. И этот процесс нормальный. Потому что я прекрасно понимал, что на Земле я себе представлял, как это будет. Ну и когда я там оказался, конечно, какие-то вещи себя скорректировали. То есть это нормальный процесс. Он происходил, произошел. Мы сняли все, что запланировали. Мы сняли все, что запланировали. Поэтому что-то, что мы не сняли, да нет. Все в общем-то целом сняли. Мне кажется, да. Ну то есть даже с какими-то запасами, какие-то и даже виды Земли сняли впрок. Ну то есть у нас была хорошая камера, и я решил, что на нее надо снять все. То есть чтобы минимальное было вторжение компьютерной графики. То есть и космос, и Землю. Помимо актерских, естественно, сцен, которые там планировались. Какие-то, ну то есть какие-то сцены, которые я представлял себе одним образом на Земле, они совершенно по-другому складывались, благодаря тому, что все равно на Земле, когда ты думаешь про сцену там между актерами, ты все равно понимаешь, что вот здесь какая-то плоскость, и как правило ты думаешь, что они плюс-минус будут находиться вот там лицом к лицу. А когда там оказываешься, понимаешь, что совершенно органично людям находиться там лицом к лицу. Один висит вверх головой, другой горизонтально находится, а камера еще в третьей плоскости может находиться. И это переворачивает сознание, в общем, окончательно. И ты понимаешь, ну конечно, этого невозможно было придумать на Земле, потому что на Земле мозг не переворачивается. Все равно мы привыкли, что пол это здесь, а потолок это здесь. И человек, когда разговаривает с другим человеком, он, как правило, стоит или сидит, а там вот это все совершенно по-другому. И в этом смысле это было для меня, конечно, кинематографическое открытие. То есть можно сцены решать совершенно по-другому, совершенно в трех-четырех плоскостях. Вот. Это себя скорректировало, это предложило как бы решение. Но я, надо сказать, их ждал. Я знал, что так будет. Я знал, что то, как я представлял себе на Земле, оно так не будет там. И оно так и действительно поменялось. Ну вот. Клим, сколько в целом отсняли часов? Я не знаю, в часах, но я знаю, в терабайтах их порядка тридцати. Это много часов. Я думаю, что это часов тридцать. Тридцать, сорок. Я думаю, что это где-то тридцать с чем-то часов. Опять же, сколько из этого потом в результате монтажа будет в фильме? Я думаю, порядка двадцати пяти-тридцати пяти минут. Вот. Между что-то в этом диапазоне. Вот. Но снимал... Снимал монтаж, мне кажется. Да, да, да. Космические муки сменчены, я думаю, как это. Конечно, да. Космические и творческие муки. Юли, к вам еще вопрос, если позволите. Вас почти все называют бесстрашной. Много эпитетов в ваш адрес за этот период мы услышали. Считаете ли вы себя таковой? И такой вопрос более бытового характера. Как прошла первая ночь в космосе? Сразу ли удалось уснуть в невесомости? Может быть, что-то снилось? Ну, нет. Я, конечно, себя бесстрашной не считаю. Просто я повторюсь. Нам очень повезло с людьми, с которыми нам повезло быть экипажем. Нам повезло с нашими командирами. Туда мы летели с Антоном Шкаплеровым. И было спокойно, уверенно. Мы знали, что... Ну, мы знали свои задачи. Попытались их выполнить. А обратно мы летели, уже спускались с Олегом. И, на самом деле, его уверенный голос, который опережал даже все какие-то рекомендации из ЦУПа, его уверенный голос не давал даже, ну, просто ни секунды, чтобы не давал нам мгновения, когда ты бы начал волноваться. И даже все вот моменты, там, открытия парашюта, и вот какие-то, когда начало вот это вот все крутиться, и мы начали гореть. Поскольку он до этого уже говорил, что сейчас будет это, сейчас будет это, будет это, будет это, сейчас, а сейчас получайте удовольствие. И вот это вот началось. И поэтому не было этого момента, когда было, ну, вот так было бы страшно. Хотя, конечно, мы не бесстрашные, мы просто, ну, нет, не бесстрашные. А если говорить про первую ночь в космосе, то мне очень понравилось спать в космосе. Я никогда не думала, что это такое удовольствие, потому что ты вообще не, тебе не нужно ни на что опираться. Во-первых, для девочек это прекрасная вещь, у тебя никогда не остается следов от подушки. Ты идеально выглядишь. Серьезно. А во-вторых, ты просто висишь и, во-первых, ты прекрасно засыпаешь. Я очень хорошо там спала. И надо сказать, что у нас в фильме есть такая фраза, что, там, не знаю, час в космосе, как два на земле. Это абсолютная правда. Я там за 4 часа прекрасно высыпалась. Да, мне очень понравилось. Хорошо. Спасибо огромное. Катя, возвращаемся к вам. У вас тоже есть еще вопросы. Слушаем. Давайте продолжим. Мы еще про кино. Очень много вопросов, причем от наших иностранных коллег, которые, к счастью, хорошо разбираются в советском кинематографе. Вопрос от китайского телеканала CGTN, правда, русскоязычная версия. Шамир Алиса спрашивает. Люди на Reddit упоминали фильм 1984 года «Возвращение с орбиты», в котором также есть кадры, сделанные в космосе. Может ли ваша работа по праву считаться первым фильмом в космосе? В таком ключе. Кадры из космоса были во многих фильмах. Вопрос в том, что наш фильм является фильмом, который использовал МКС как съемочный объект. И снимал там актерские сцены художественного фильма. Не просто как космонавты живут, занимаются экспериментами, а мы занимались художественной постановкой и, опять же, использовали МКС как съемочный объект. В этом смысле, да, это первый. А, конечно, откуда еще браться кадром космоса, как не из космоса в других фильмах? Поэтому в этом смысле, да. Олег, к вам вопрос от этого же издания. Это вообще что, новый вид космической гонки? Вот вы как считаете, теперь это кинокосмическая гонка? Ну, честно говоря, я бы, наверное, нанесла, что это кинокосмическая гонка. Мы просто выполняли свою работу. И, наверное, это все-таки приятно, что, может быть, на наш экипаж, на нашу экспедицию выпала такая интересная миссия. Вот, и поучаствовать в съемках фильма, и помочь ребятам сделать хороший фильм. Ну, но гонка бы, наверное, не назвала. Я думаю, что это не гонка, это просто кино ищет новые формы. Космос тоже готов принять к себе экспериментаторов разных. И в этом смысле сейчас произошел такой эксперимент с двух сторон. То, что называется, две индустрии решили, давайте мы друг с другом поэкспериментируем. Вот вы прилетаете и снимите фильм, а мы, как кинематографисты, сказали, ну, вот как это снимать действительно космос не в студии на зеленом экране и на веревочках, а как это действительно снимать это вживую, в реальности. Кино же уже всю Землю, то, что называется, освоило под себя. То есть уже нету точек на Земле, куда бы не ступала нога кинематографистов. Поэтому надо же было что-то дальше, а дальше уже космос. Поэтому в этом смысле это эксперимент такой. Еще вопрос от иностранных журналистов агентства Франс Пресс. Юль, к вам расскажите о самых неожиданных открытиях на орбите. Вот для себя. И как прошла адаптация вашего организма в первые сутки? Воспользовались ли вы какими-то советами, чтобы прийти в себя, когда прилетели туда? Ну, я воспользовалась советом нашего врача-экипажа. Наш врач экипажа Вадим сказал, если вы прилетаете туда и чувствуете, что вот чего-то вам хочется, ну, например, хочется спать, и это так вот прям, то надо все отменять и ложиться. Потому что если ты вот в первые сутки, что ли, переборешь себя, заставишь себя что-то делать, потом будет хуже. И надо сказать, что мы прилетели, у нас был инструктаж по безопасности, и я прям почувствовала, что меня прям вырубает. Вот. И я открыла свою каюту, которую мне командир щедро и благородно предоставил. Я открыла дверь каюты, просто чтобы я всех видела и как бы повисла. И практически сразу, наверное, вот как бы уснула. Я так просыпалась, открывала глаза, просыпалась, открывалась, открывала. Но зато на следующее утро я чувствовала себя уже прям хорошо. И с этого момента с каждым днем становилось все лучше. На самом деле. То есть это был очень важный и нужный совет. Потому что, может быть, в обычной жизни я бы, знаете, как человек, в общем, сильный, я бы заставила себя, нет, надо перебороть. Перебороть, нет. Я послушала, и все получилось. Если говорить про открытие на орбите, ну, это невозможно сейчас. Это какое-то отдельное большое интервью с подробным рассказом. Потому что каждая секунда это было большое открытие. Это открытие и первый взгляд в иллюминатор. Ну, что это? Это же в это невозможно поверить, что это вот оно. Первые наши пробы снимать кино. Первые наши разговоры с космонавтами вообще про то, как здесь все происходит. Первые наши пробы полетов. Это же невозможно все. Это же каждая секунда, это открытие. Это было до последнего дня. И, конечно, именно поэтому было грустно, мне было грустно улетать. Потому что, ну, такое количество открытий в единицу времени, да, нигде же больше не может произойти. А там было их еще, конечно, мы не совершили всех открытий. Там еще было столько всего, что можно было изучать, осваивать. Это все очень интересно. Это безумно интересно. Да, это всех потрясло, когда мы увидели вас после приземления первый раз в прямом эфире. И вот эти слова, ну, вообще-то мне немного грустно, что все закончилось. Было очень трогательно. Клим, к вам вопрос, тоже от Франс Пресс, про финансовую сторону вопроса. Как думаете, финансовые вложения получится оправдать? Или вообще не в этом главная цель этого имиджевого проекта? Ну, а почему нет? Кино способно зарабатывать большие деньги. Поэтому вопрос финансов, я думаю, что этот фильм окупится. У меня есть такие ожидания, и они не беспочвенные. Потому что интерес, опять же, мировой, не только кинематографической общественности, а вообще со стороны людей из разных стран они пишут нам лично в соцсетях. Поэтому мне кажется, что кино, если оно выходит на мировой уровень, оно способно точно окупить этот бюджет. А задача этого фильма именно такая. Ирина, возвращаю вам слово. Тасс. Спасибо большое. Прямо остается совсем немного времени. Будем начинать поторапливаться. Один вопрос от себя еще озвучу. Точнее, от себя, от моей коллеги, онлайн-журнал Passion.ru, Анастасия Бурдужа. Многие космонавты за время пребывания на станции очень скучают по домашней еде. Например, Олег Новицкий первым делом просит жену приготовить жареные свиные ребрышки и белорусский картофельный пирог. Юля, Ким, а вы скучали по домашней еде? Может быть, в какой-то момент очень хотелось любимое блюдо? Да. Да. Хотелось очень много любимых блюд. Еда на станции, она хорошая, но земная еда все равно свежее, ароматнее. Ну что говорить, консервы это все равно еда, которая как бы законсервирована и уже не является первой свежестью. Поэтому, конечно, хотелось свежего всего. Я думаю, что Олег поэтому и быстро, срочно ему после капсулы попросил, знаете, земных продуктов, по которым он скучал там. Там же есть картошка, но она же другая, там же есть и грибы, и что там. Так все есть. И все есть, да, в общем-то все есть, да. Даже греческий салат есть. Но все равно ощущение свежего, земного, оно ни с чем не сравнится, мне кажется. Ну, я грустила по кофе и по чаю. Потому что на станции, к сожалению, чай можно попить только вот так. Через пакетик вот так вот. Просто мне очень хотелось из кружки выпить чая или кофе или вообще чего-нибудь. Олег, а позвольте вам задам один вопрос от Ньюс.ру. Как вы оцениваете участие Юлии и Клима в полете? Они справились или не очень, на ваш профессиональный взгляд? Ну, я только вчера, во время вечернего чаепития, ребятам говорил откровенно, что было изначально предвзятое отношение к ним, но которое очень быстро изменилось, поскольку они действительно очень быстро включились в работу. Вот. И показали свой высокий уровень подготовки благодаря специалистам ЦПК. То есть больших проблем в бытовом плане, да, это самое главное на станции, не создавали. И мы чувствовали себя с ними довольно комфортно. Спасибо большое. Кать, возвращаюсь снова к вам. Наверное, еще, может быть, один вы и один я успеем задать и будем завершать. Да, спасибо огромное. Не будем, правда, долго вас мучать. Скорее уже, чтобы была возможность отдохнуть, набираться сил. Но, тем не менее, вот спрашивает newscube.org, Наталья Барташ. Вопрос. Когда ожидать официальный релиз фильма? Все уже вот не терпятся. Ну, на этот вопрос пока у нас нету такого конкретного ответа в плане 15 января. Нет, пока мы не знаем. Я думаю, что фильм будет делаться еще до конца следующего года. Он будет делаться, сниматься, сейчас будет готовиться, постпродакшн. Это все занимает год. А дальше продюсеры совместно с прокатчиками выберут дату релиза, которая будет идеально подходить для этого фильма. Это будет зависеть от многих факторов, от других релизов, как это обычно делается. Поэтому в этом смысле я думаю, что дата будет известна плюс-минус в начале следующего года, когда уже будет понятна сетка всех остальных релизов. Ну и трейлер, конечно, всем очень интересен. Как вообще? Хочется побыстрее его увидеть. Будет какой-то тизер, я думаю. Трейлер делается из снятого фильма. Возможно, какой-то тизер будет из космической части. Я пока не могу точно сказать, когда. Ир, вопрос от вас. И, наверное, завершаем. Да, вопрос. Клим, вам от газеты «Метро» раскройте тайну, что в оранжевой коробке вы передали Константину Эрнсту после приземления. Я передал ему материал фильма. Спасибо. И от «Комсомольской правды» финальный вопрос. Расскажите о встрече с иностранными космонавтами. Какие у вас остались впечатления? Хорошие, хорошие, потому что, во-первых, они нас встречали уже. Потом есть такая традиция, что космонавты ходят друг к другу на ужин раз в неделю. Летают. Летают друг к другу на ужин раз в неделю. И нас тоже пригласили. Было здорово, потому что мы пришли к ним. Это очень смешно и трогательно происходит, потому что в гости идут со своим. И берут такой мешок, мы укладываем туда консервы, заранее их греем, везем туда. Ребята при этом у них тоже свои. У них не консервы, у них другие. У них очень вкусные десерты, например. Ну, в общем, у них своя еда. И вот так вот по кругу летит банка. И все ложечкой, и каждый из банки пробует. Это целая какая-то вот такая, не знаю, традиция прекрасная. Очень весело всем, очень радостно. Нас все приняли, ну, я не знаю, очень здорово, нежно, тепло. И мы со всеми познакомились. Всем им было интересно, как мы снимаем фильм, как вообще у нас процесс, как быстро мы адаптировались. По-моему, более чем. То есть такая большая космическая семья. Да, большая космическая семья, никаких границ, никаких, понимаете, стран, еще чего-то. Просто все вместе, ну, и иногда встречаемся. На самом деле мы, может быть, и больше бы повстречались, потому что было интересно, чрезвычайно. Но просто не было физической возможности. Каждый раз, когда они к нам прилетали, мы в очередной раз что-то снимали. Поэтому не так много удалось побыть вместе и пообсуждать что-то. Конечно, интересно все. Подглядывали, посматривали, что интересовались? Ну, там это просто видно, потому что это как двери открыты. Ты видишь, что происходит в другой комнате. В общем-то, хочешь ты этого или нет. Поэтому в этом смысле да. А мне было приятно, что они посмотрели в предпоследний вечер на МКС мой фильм «Салют-7». Прямо у них большой экран, они настроили проектор, сидели, смотрели с субтитрами, потом вопросы спрашивали, им очень понравилось. То есть в этом смысле да. Это большой такой дом международный, где живут люди разных национальностей, и они при этом летают. И это нормально. То есть вот... Потом было очень трогательно, когда у Олега был юбилей 12 октября, когда мы там приготовили свои какие-то, так скажем, поздравлялки, а уже утром проснулись, а уже висят шары и хэппи-безды. Это сделали вот иностранные наши коллеги, поэтому, ну, это же здорово такая. Такие маленькие радости. На самом деле там это не маленькие радости, это большие радости. Вот поэтому им всем привет. Тома, Марк, Меган, Шейн, Аки. Им огромный привет от нас. Ну и, конечно, Антону и Пете. Да, особенно Пете. Особенно Пете. Ну что ж, давайте на этой прекрасной ноте завершим. Спасибо огромное вам за этот разговор. Спасибо. Спасибо за впечатление, за эти эмоции, которыми, мне кажется, любовь к космосу, она вот этим пропитана абсолютно все. Сейчас. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошей реабилитации. Отдыхайте скорее. Приходите. Спасибо. Спасибо большое. Пока. Спасибо вам, коллеги. Спасибо.